всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех заглянул сегодня ко мне в гости совсем немножко осталось до нового года и сегодня я хочу с вами поговорить на тему именно нового года рассказать о том что для меня значит этот праздник как встречаем мы его в своей семье поэтому сегодня предлагаю вам сесть со своим вязанием и просто не не послушать автором тега является лидия медведь у лидии есть свой канал называется медведь вяжет в теге 16 вопросов итак давайте начнем первый вопрос является ли новый год вашим любимым праздником почему было по-всякому были такие моменты когда нового года очень сильно сильно ждала и хотелось этого праздника были такие моменты когда праздник вообще не имел абсолютно никакого значения дата и дата в последнее время наверное с появлением ребенка новый год является одним из любимых моих праздников я его жду мне нравится подготовка к этому празднику мне нравится приготовление к празднику украшение жилья вот эти разноцветные огни повсюду меня это привлекает мне это поднимает настроение второй вопрос какие воспоминания остались у вас из детства о подготовке и праздновании нового года но я ребенок еще советского времени и я все время помню что родителям раньше выдавали ну такие вот на открыточке были написано приглашение выдавали бесплатные подарки мы ходили в клуб была большая елка я это вот помню как сейчас наводили все хороводы какие-то песни пели вот это я помню празднование самого нового года дома но как бы мы были детьми нас укладывали рано спать мы его не встречали всегда были сладкие подарки хотя для меня не вообще не играли никакого значения я не сластена абсолютно я там что-то съедала совсем какой-то минимум а так у меня мои сладкие подарки съедала сестра она напротив большая сластен следующий вопрос какой новый год запомнился вам больше всего и почему сложно сейчас сказать я помню что все ждали нового года двухтысячного до этот миллениум когда был переход из одного века в другое конечно это здорово что мы оказались именно в тот момент на этой земле что вот этот переход от одного века в другой век произошел ничего такого особенного как бы я не помню все как бы стандартно отметили сходили на елку прогулялись и и все а так но было много разных новых годов и с друзьями были новые года ну как бы много всего а может быть даже знаете новый год который запомнился больше всего возможно первый новый год с моей дочкой и было всего лишь 8 месяцев я помню что я ее уложила спать без пятнадцати двенадцать и бежала такая нарядная быстрее к мужу встречается с бокалом шампанского новый год если у вас новогодние семейные традиции когда я вышла замуж мы сможем вместе 10 лет не хотелось уже каких-то шумных компаний вот именно хотелось праздновать семьей на обязательно это подготовка жилья к новому году украшение это всегда в новогоднюю ночь мы всегда смотрим один и тот же фильм из этого просто никак не проходит это ирония судьбы или с легким паром это у нас уже так заведено ходим на елку но может быть и не всегда это получается но в последние года мы ходим на елку дочка подросла и она вот последние два года спокойно как бы отмечал новый год с нами но мы долго не отмечаем и не сидим там до 4 утра час-два ночь мы ходили смотрели салюты хороводы то есть это здорово а больше особо каких бы традиций то нет как вы и ваша семья готовитесь к новому году наверное как и все я стараюсь заранее покупать подарки своим близким я по чуть-чуть я не покупаю подарки просто вот перед самым там последние недели бегать я этого не люблю и не люблю суеты много людей я это делаю намного раньше потихоньку собирается подарки куда-то просто складываем а уже непосредственно перед новым годом я раскладываю все пакетиками то есть я знаю приблизительно что кому и куда какие то тоже товары покупают для дома например красную икру если я могу купить да я ее покупаю заранее допустим там шампанское или вино но как я люблю чтобы это просто было в доме чтобы не бегать ну наряжать конечно же жилье в последние два года мы наряжаем очень рано потому что хочется праздника ребенку хочется участвовать во всем этом последние два года она сама тоже активно в этом участвует делаете ли вы подарки к новому году любите ли вы это делать подарки делаем обязательно вообще подарки делаем на все праздники так у нас заведено в семье было и моей семье пусть это был какой-то маленький подарок но он должен быть и я не люблю там когда внуку купи себе там чего хочешь нет я приучаю и мужа к этому и сейчас я приучаю и ребенка к этому я и говорю о том что подарки нужно дарить это приятно человеку делать приятно это это конечно замечательно и я считаю что здесь как бы всегда есть золотое правило относись к людям так как бы ты хотел чтобы они относились к тебе я не говорю что это какие-то вот прям вот ах нет и самое главное внимание поэтому до подарки обязательно дарим всем членам семьи друг другу и я люблю это делать какие подарки вы любите получать сами подарки от души которые подарены какой фильм произведение или музыка ассоциируется у вас новым годом но фильм иронии судьбы лист легким паром а музыка джингл бэлс если я слышу все это это новый год елка это обязательный атрибут нового года в вашем доме до елка обязательно не живая елка искусственная ну я вообще как-то не жалко не жалко деревья я мне нравится смотреть на елки которые растут в лесу елку у себя домой живое я не хочу во первых я знаю что стоять она у нас долго не будет у нас очень жарко дома я представляю сколько это будет мусора ну и она не просто и долго соответственно поэтому по мне лучше елка искусственная сложил убрал да это здорово запах даже было такое когда я еще до замужества жила одна я ходила даже ветки сосны просто рвала и ставила в вазу вот это вот запах приятный запах хвои да живой елки вообще у меня никогда не было когда-то в детстве один единственный раз мы ставили живую елку и все обязательно ли чтобы на новый год был снег представляете ли вы себе новый год без снега так как я живу в средней полосе россии без снега новый год у нас практически не бывает бывали такие моменты когда например там могла быть снег был но могла быть такая скажем либо плюсовая небольшой плюс могла быть слякоть это тоже было было и такое что был голый лед а так в основном снег всегда есть мне сложно представить новый год без снега потому что я не бывала в таких местах и никогда не отмечала новый год там где нет снега мне сложно представить новый год это семейный праздник или это застолье с друзьями поход в ресторан или еще как-то по-другому наверное здесь все зависит от возраста когда мы помоложе нам хочется погулять с друзьями в компании чтобы было шумно весело с плясками с играми с какими-то обязательно приключениями я думаю что у многих это было когда становишься старше то не хочется в новый год зависеть от кого-то и подстраиваться ты же мы же не ложимся каждый день в час в два в четыре такого практически не бывает когда ты отмечаешь новый год в кругу своей семьи то есть если спокойно тебе надоело там сидеть или ты захотел спать ты спокойно пошел если ты поехал в гости ты будешь подстраиваться по тех людей к которым ты приехал если к тебе приедут гости соответственно так же ты же не выгонишь гостей поэтому вообще мне всегда хотелось чтобы новый год все-таки был семейным праздником мне кажется это вообще здорово когда в новый год собирается все вместе это какое-то общение какое-то развлечение совместный поход просто прогуляться пожечь бенгальские огни на улице ну если салюты запускает салюты может быть запускать или смотреть как запускает салюты мне больше нравится именно с семьей я даже не рассматриваю сейчас никаких других вариантов а потом вы знаете как то тоже со временем хочется больше спокойствия наверное тишины уже шума так особо не хочется абсолютно я считаю что новый год нужно отмечать с семьей а вот 1 января 1 2 можно ходить в гости приглашать к себе гостей это да какое блюдо на праздничном столе является для вас традиционным с некоторых пор ровно 10 лет на новый год вообще на все праздники я делаю один салат который просто обожает мой муж и без него у нас не обходится ни один праздник это салат мясной готовится он очень просто но он очень вкусный отварная говядина корнишоны красная фасоль в собственном соку и маринованный лук все вот моего мужа за уши не оттянешь я всегда стараюсь сделать два салата например допустим куриной и обязательно мясной ну миска с мясным салатом будет рядом с мужем как бы он этот салат очень сильно любит и вообще все гости если вы как бы приглашаем в гости всегда готовлю этот салат все в восторге от него ну а так если из горячего то всегда по-разному всегда по-разному то есть абсолютно в прошлом году например перепелов покупала фаршировала и запекала то иногда делала мясо по-французски ну в общем как-то под настроение как и с кем планируете отметить новый год 2021-2022 семьей своей семьей где бы вы мечтали встретить новый год если бы это было возможно на берегу океана я бы хотела встретить новый год на каком-нибудь острове где тепло ну что-то вот знаете как бы нетрадиционное необычное вот если бы у меня была такая возможность я бы хотела встретить там где песок голубое лазурное море вот так вот мне бы хотелось чего вы ждете от наступающего нового года с какими надеждами вы встретите новый год от нового года я хотела бы чтобы мои близкие были здоровы здоровые люди это счастливые люди хотелось бы чтобы все было хорошо в моей семье с моей мамой чтобы все было хорошо у моих близких с какими надеждами с надеждами на светлое будущее пусть у всех все будет хорошо пусть будут изменения в лучшую сторону для простых людей чтобы мы не сетовали на эту жизнь и ругали бы наше например правительство чтобы мы как бы жили спокойно хочется спокойствия и уверенности в завтрашнем дне чего вы хотите пожелать людям в новогодний праздник вы знаете наверное сейчас нет такого человека который бы не сказал эти слова здоровье самое первое это здоровье потому что здоровье не купишь ни за какие деньги ведь не зря так говорили наши предки действительно нужно о своем здоровье заботиться хорошо конечно когда человеку отдается от природы так скажем хорошее здоровье но и мы тоже должны как-то себе помогать в этом плане а второе я бы хотела пожелать исполнение мечт ведь не важно сколько вам лет мечты есть у каждого человека может быть это какие-то маленькие мечты может быть какие-то грандиозные и я хочу пожелать чтобы эти мечты забывались и исполняли самое главное верить что рано или поздно это обязательно произойдет я хочу пожелать чтобы была гармония гармония в первую очередь внутри самого себя это очень важно и гармония конечно же не пускайте не пускайте к себе ничего плохого хочу чтобы к вам не прилипало ничего плохого все равно хороших людей в мире больше ну и конечно же хотелось бы пожелать чтобы все было хорошо всего самого наилучшего всех благ а уже каждый человек это будет понимать по-своему и вообще новый год это замечательный праздник это радость нужно радоваться нужно радоваться любым маленьким моментом даже если вы посмотрели из окна праздничное салют поэтому я желаю чтобы вы радовались всего вам самого доброго до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч